Всем привет дорогие друзья! Это канал Technobar Plus и сегодня у нас распаковка моего нового планшета от компании Sigma. А конкретно модель Tab A1015. Этот планшет способен вас удивить. Интересно? Тогда начнем. Какими же характеристиками этот планшет может нас удивить? Во-первых, друзья, диагональ экрана 10,1 дюйм, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта встроенная память, Android 11 из коробки, разрешение самого экрана 1920 на 1200, процессор новый Unique Tiger T618 с максимальной тактовой частотой 2 гигагерца. Друзья, от GPS, GPS, GLONASS, Beidou, все здесь присутствует. Фронтальная камера, кстати, друзья, на 5 мегапикселей, а основная камера на 8 мегапикселей, даже две здесь камеры. Максимальный объем, до которого вы можете расширить память, в наличии, кстати, слот для карт памяти 128 гигабайт. Частота обновления экрана, правда, друзья, 60 герц и экран у нас, к сожалению, не Super AMOLED, а IPS, но это не меняет дело, друзья. Есть, кстати, разъем 3,5 и два слота для сим-карт, то есть можно поставить сюда сразу две сим-карты. К сожалению, планшет не поддерживает 5G сети пятого поколения, но ничего, друзья, зато есть Bluetooth 4.2, не 5.2, но 4.2 достаточно, я думаю, для полного счастья. Друзья, 7100 мАч аккумулятор. Давайте приступим к распаковке. Итак, как вы можете видеть, в такой интересной, нарядной упаковке у нас идет планшет, само изображение планшета. Ну, Sigma Mobile, кстати, большой респект и благодарность компании Sigma Mobile за предоставленный на обзор, собственно, данный девайс. Такого у меня еще на обзоре шикарного девайса не было, но, друзья, тут упаковка запарились, конечно, запарились. Вот таким образом это все выглядит, здесь больше ничего нет, убираем пока в сторонку. Итак, сразу же, друзья, у нас с аксессуарами идет вот такая коробочка, ее пока в сторону. Ну, планшет, вы посмотрите, насколько интересно исполнение, друзья, вот сам планшет в окантовке поролоновой специально аккуратненько все сделано. Сам планшет в пакетике, убираем его пока в сторону. Что еще здесь есть, друзья, есть у нас здесь, во-первых, скрепка для извлечения сим-лотка, сейчас посмотрим. Я так понимаю, для удаления влаги силиконовый вот этот пакетик. Так, что еще, друзья, здесь идет инструкция, ну и также декларация про вид-повидальность. Вот таким образом это все дело выглядит у нас. С комплектом разобрались, по крайней мере, тут, что у нас в коробке находится. Пока это убираем все в сторонку. И еще, что хотелось бы отметить, друзья, теперь, как говорится, более детально давайте рассмотрим. Во-первых, так, что у нас еще идет по аксессуарам. Многие компании уже не вкладывают сейчас ни зарядные блоки, ни кабели для зарядки. То есть, я считаю, что это тенденция, ведущая к чему-то не очень хорошему, скажем так. Аккуратненько вскрываем пакетик с кабелем. Итак, кабель у нас, кстати, друзья, USB-C. Сразу же посмотрим, какого он идет качества. Так, качество действительно классное. Что касается длины, друзья, кабель очень длинный. Его длина составляет, я вижу, что где-то метр тридцать. Что касается по сборке, как говорится, претензий нет. Кабель классного качества. В компании Sigma с этим никогда вопросов нет. Присутствует также защита, как вы можете видеть здесь. И что хотелось бы отметить, что кабель мягкий, не дубеющий. Посмотрим, что с ним будет дальше. Опять же, что касается зарядного блока, который идет в комплекте. Сейчас я его тоже аккуратненько открою. Итак, друзья, блок у нас здесь идет на 10 Вт. То есть, 5 Вольт, 2 Ампера. Фирменный блок от компании Sigma Mobile. Я считаю, это на самом деле тоже круто. В принципе, для планшета и для сохранности, скажем так, его аккумулятора, я считаю, что 10 Вт в принципе достаточно. К сожалению, быстрой зарядки нет, друзья. Но есть здесь ряд плюсов, которые, о которых вы, узнав про которые, скажем так, вы не будете думать о быстрой зарядке. И планшет это долгоиграющий. Компания Sigma славится своими аккумуляторами. Кстати, вот так выглядит у нас скрепочка. Наводим фокус. Вот таким образом. Скрепочку пока убираем в сторонку. И теперь, друзья, что касается нашего планшета. Да, да, да. Планшет шикарный. И вы знаете, друзья, 7100 аккумулятор здесь это не шутки. Это действительно, я вам хочу сказать, довольно-таки серьезно все. Почему? Потому что сам планшет тяжелый, друзья. И вы обратите внимание, как все интересно обыграно. Сразу говорю, друзья, планшет выглядит очень дорого, как на мой взгляд. Во-первых, сами материалы ничем не уступают тем же планшетам Huawei компании. Я считаю, что в принципе это очень серьезный игрок. Да, друзья, вы посмотрите. Здесь изображен город Киев. Да, да. Река, я так понимаю, Днепр и город Киев. Вот таким образом компания Sigma решили обыграть, собственно, транспортировочную пленку. Здесь сразу же указано, друзья, что 7100 мАч. Для игр, типа, этого достаточно будет. Ну, собственно, игровой процессор от компании Unicus. Я так понимаю, что здесь еще присутствует то ли автофокус. Расшифровки, к сожалению, вот этого нюанса нет. 4G на борту, Android 11 из коробки. И, друзья, сама модель планшета. Присутствует фронтальная камера. Пока в сторонку убираем нашу пленку транспортировочную. И что я сразу же вижу, друзья, что присутствует. Тут сразу же пленочка, помимо транспортировочной, присутствует еще пленка, которая защитная. Но аккуратненько ее необходимо. Почему-то она вот так вот у нас отошла. Но ничего, это не страшно. А я это все потом исправлю с помощью карточки пластиковой. И что хотелось бы отметить, друзья. Ну, очень-очень выглядит все достойно. По правому бортику у нас, во-первых, друзья, 2 микрофона. 2 микрофона, друзья. Я такое, честно говоря, давненько такого не видел. И что хотелось бы отметить, что... Да, действительно, это круто. На самом деле, 2 микрофона сверху, потом кнопка включения, качелька регулировки громкости. Я так понимаю, кнопка вызова Google Ассистента. С торца слева у нас здесь идет динамик. Разъем Type-C. 3,5-миллиметровый джек для стандартных наушников. То есть, вы можете подключить как стандартные наушники, так и свои любимые беспроводные наушники. Вот так у нас выглядит слот для сим-карт. 2 сим-карты формата Nano, либо 1 сим-карту формата Nano. И до 128 гигабайт вы можете, собственно, поставить карту памяти сюда. Это, друзья, круто. Ну, 2 сим-карты, это я такое, честно говоря, впервые вижу. Но в планшетах, по крайней мере. Честно говоря, очень удивлен. Внизу у нас нет ничего. И, я так понимаю, еще один динамик. Хотелось бы, конечно, чтобы в этом планшете было стерео. Опять же, включаем, друзья. Кстати, как вам качество съемки? Съемка ведется на... Так, все-таки кнопка включения здесь. Съемка ведется на камеру Canon M50 для более, скажем так, качественного контента. Единственное у меня такое подозрение, что все-таки немножечко нужно отрегулировать непосредственно саму подсветку не камеры, а стола. Да, вот она Sigma Mobile. И, собственно, сейчас я настрою наш планшет и снова вернемся. Итак, друзья, ну вот и настроил я наш планшет. И что я вам хочу сказать. Во-первых, судя по всему, здесь сейчас установлен голый Android. Друзья, посмотрите еще раз, какой дизайн. К дизайну однозначно зачет. Что касается камеры, вот таким образом это все выглядит. Тут как-то интересно так скомпонована камера, плюс еще и разъем. Все рядышком. Довольно-таки интересное исполнение. Стереозвук здесь, друзья. Давайте вот сейчас сразу же оценим, как работает стерео. Кстати, во-первых, сразу же проверим, что у нас по Android. Как вы можете видеть, здесь голый Android. Входим в настройки. Сразу же о телефоне, в данном случае о планшете. Да, скорее всего, вот сюда. Система дополнительно. Так, что касается обновления, я сейчас посмотрим. Так, приостановить. Здесь мне необходимо понять, что здесь за Android. Все-таки я сейчас проверял, друзья. Но более, скажем так, точную информацию. Хотелось бы, чтобы вы увидели все-таки. Да, вот он Android 11. Кликаем Android 11 из коробки. Друзья, все резво работает. Все летает. В принципе, меня полностью устраивает. И давайте посмотрим, что у нас здесь предлагает YouTube. Ну, допустим, вот, к примеру, мой канал. Сейчас запустим. Это звук, кстати, на максимум. Реклама, куда же без нее. Друзья, это канал Технопар+. И сегодня у нас полноэкранный режим в моем смартфоне. Полноэкранный режим. Скажу вам честно, друзья, смартфон... Круто, друзья. Все круто показывает. Полный порядок. Однозначно, друзья, для фильмов, для игр. Этот планшет могу рекомендовать, друзья, предварительно. Ну, я думаю, что каких-то нюансов здесь с ним не будет. Давайте сейчас послушаем, как звучит музыка без авторских прав, допустим. Стерео. Динамик здесь находится, вот здесь. И еще второй динамик вот здесь. Стерео, кстати, очень даже достойное. Небольшой лайфхак. Если будете смотреть, допустим, какой-то фильм или музыку, если хотите, чтобы у вас был более объемный звук, вот так делать, не закрывать, а вот таким образом держать. Звук отражается от вашей ладони, и как бы создается определенный объем. Так, а мне интересно сейчас будет посмотреть все-таки, а что касается 4К, 60 кадров в секунду, видео, как он будет, не будет тянуть. Потому что, так, ну интернет разве что меня может здесь подвести, мой. Так, 4К, Full HD, к сожалению, только Full HD 60 кадров в секунду выдает. Друзья, ну я вам хочу сказать, что экран достаточно неплохой, контрастный, под углами практически не выцветает. То есть, однозначно, экран IPS матрица одна из самых лучших. И, друзья, я хочу сказать, что для игр, ну вот, изображение достаточно контрастное, достаточно четкое. Да, Full HD 60 кадров в секунду, но зато раскачивает. Конечно же, хотелось бы попробовать все-таки 4К 60 кадров в секунду, но я считаю, что такой матрицы, в принципе, хватает. И для любых, скажем так, потребностей, поиграть в игры, посмотреть видосы, полистать фотографии, для редактирования каких-то фотографий. Ну, я не говорю каких-то профессиональных, серьезных каких-то программах, друзья, которые за баснословную сумму денег на, скажем так, на ноутбуках одной очень известной компании можно монтировать. Но, друзья, здесь можно, я думаю, даже какие-то кратенькие видео скачать и помонтировать на нем же, в принципе. Так, друзья, что касается андроида, то есть, вы поняли, что он здесь, я так понимаю, чистый андроид. Жаль, что здесь, конечно, нет NFC. Ну, конечно, может быть, я много хочу, чтобы было NFC. Но зато есть SIM1, SIM2. Да, обе SIM-карты поддерживают 4G. Можно его в качестве точки доступа использовать, как вы можете видеть здесь. Присутствует там, кстати, тут ночной режим, на минуточку. Да-да, я, честно говоря, удивлен. И что касается камер, друзья, вот кратенько, да, по камерам. В камере есть у нас вот такие вот примочки, как вообще Full HD 30 кадров в секунду. Основная камера пишет на 8 мегапикселей. Я обязательно сделаю тест камер этого планшета. Мне очень интересно знать. Во-первых, стабилизация видео включается. Устранение мерцания авторежиме лучше оставлять всегда. Фронтальная камера у нас, к сожалению, 720p, пишет, друзья. Но 720p вам с головой хватит, в принципе, для того, чтобы можно было какие-то делать, я не знаю, может быть, стримы проводить, там, я не знаю, или общаться по скайпу. В общем, планшет, одним словом, зачет. Я считаю, что, во-первых, аккумулятор 7100 мАч, и он тяжелый, друзья. Любые планшеты, вот сейчас я какие-то беру, к примеру, там, я не знаю, ну, пусть те же Самсунги. Да, там, вроде бы, аккумуляторы ничего, но по весу, понимаете, физику не обманешь. Я не знаю, какой должна быть оптимизация серьезная, ПО, то есть, дабы добиться какой-то серьезной автономности. Но по весу планшеты легкие. Соответственно, говорит о том, что там аккумулятор никакой. Здесь же тут с этим полный порядок, да. Здесь два микрофона, то есть, свободно можно записывать информацию различную, то есть, на этот планшет. И я считаю, что это такого, я еще, честно говоря, чтобы два микрофона и стерео, все рядышком для более, скажем так, качественного звучания, для качественной записи, скажем, звука. Фронтальная камера, вот таким образом у нас здесь, друзья, я не знаю, камера покажет, вот так это все выглядит. И фронталка довольно-таки неплохая, все-таки на 5 мегапикселей, это нормально. Друзья, кому понравилось видео, ставим лайк, обязательно подписываемся на канал. Большая благодарность компании Sigma Mobile Украина за предоставленный на обзор девайс. Задаем вопросы по данному девайсу в комментариях. Если какие-то более, скажем так, глобальные вопросы, либо предложения сотрудничества, друзья, просьба обращаться на почту. Почта у меня в описании моего канала, то бишь, во вкладке о канале. Ну а я, как обычно, на канале Технобар Плюс всех обнял.